А в Израиле на прицеле у правоохранителей премьер-министр. Против Беньямина Нетаньях уже открыты три уголовных дела. Однопартийцы, главы правительства, даже законопроект разработали о неприкосновенности премьера. Каковы шансы у этого документа пройти через парламент, разбирался Сергей Услендер. Согласно новому закону, у полиции больше не будет права допрашивать главу правительства и вести против него следственные действия. Депутаты от партии власти, которые продвигают законопроект, говорят, что иначе премьеру просто не дадут работать. Беньямина Нетаньягу за последние полгода допрашивали уже несколько раз, а полиция расследует против него сразу три уголовных дела. Авторы этого законопроекта говорят о том, что ничего нового в нем в общем-то нет. Есть прецеденты в той же Франции, например, вести расследование против действующего главы государства нельзя до истечения его полномочий. Но оппозиция протестует, говорит, что это нарушает принцип равенства перед законом, а мнения профессиональных юристов тоже разделились. Полиция не может иметь права взять и свалить главу государства. Или занять его время настолько, что ему будет невозможно заниматься собственно государственными делами. С другой стороны, глава государства сможет творить что хочет, любую коррупцию, любые взятки. И полиция физически не сможет расследовать это дело, пока он сидит на своей должности. А если его на второй срок переизберут? Вот именно это обстоятельство, возможность переизбираться, и есть главный аргумент противников неприкосновенности. Тот же Нетаньягу в кресле премьера сидит уже третий срок подряд, больше девяти лет. Он абсолютный рекордсмен израильской политики. Но справедливости ради надо сказать, что новый закон, если его вдруг примут, все-таки полной неприкосновенности премьеру не даст. Дела против него можно будет расследовать, но по очень серьезным основаниям. Например, коррупция, сексуальные домогательства или государственная измена. Но и то с большими оговорками и только с разрешения Генеральной прокуратуры. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.